Впервые о коронавирусе заговорили в декабре 2019-го. Уже весной 2020-го количество зараженных начало стремиться к миллиону, а умерших насчитывается более 30 тысяч. Только в России, по официальным данным, число зараженных буквально за 10 дней выросло более чем на одну тысячу человек. В отличие от сезонного гриппа и других заболеваний, которые обычно приводят в сравнение, в случае коронавируса число зараженных и умерших растет по экспоненте. Многие страны ввели режим жесткого карантина, и Китаю на момент выхода этого видео удалось подавить распространение вируса. Но большая часть жителей нашей страны по-прежнему относится ко всему происходящему очень легкомысленно. Поэтому мы попросили журналистов, актеров и музыкантов объяснить, почему пандемия коронавируса – это серьезно, как мы можем ее остановить и чем нам всем заняться дома во время карантина. Вы, возможно, слышали краем уха о том, что сейчас пандемия коронавируса – это серьезное заболевание, его смертность и распространение гораздо серьезнее, чем у сезонного гриппа. К этому нужно относиться с полной ответственностью. Я считаю, что пандемия коронавируса – это очень серьезный вопрос, с которым сейчас борется весь мир. При низкой смертности, в 4%, очень высокая скорость распространения этого вируса. И если посчитать, если заболеет весь мир, и 4% от 7 миллиардов – это примерно 308 миллионов человек может погибнуть. А это, наверное, будет самая крупная катастрофа. Безумно хочется верить официальной статистике, согласно которой в России очень мало заболевших и еще меньше умерших в сравнении с остальными странами. Но мы с вами живем в России, и каждый из нас прекрасно понимает, как в России делаются дела, и составляются подобные статистики. В связи с этим есть серьезные основания полагать, что на самом деле заболевших в разы больше. И в наших с вами руках хотя бы попытаться сделать так, чтобы последствия от этого вируса были минимальные. Сколько уже времени прошло с того, как первый раз в СМИ появилась информация про коронавирус, и насколько часто она появляется. Но если все то, что происходит, и все эти люди, которые говорят о коронавирусе, не смогли донести до вас, что это все не шутка, что это все правда, что это реальная угроза, то не думаю, что у меня получится это донести. Ребята, если вы думаете, что это шутки или какая-то лишняя паника, это не так. К сожалению, это не так, потому что все, что происходит, это довольно серьезно. И важно здесь думать не о том, что будет лично с тобой, а важно здесь думать вообще о нас всех в целом и о наших родителях в том числе. Мне кажется, что все меньше людей думает, что это какой-то заговор СМИ, потому что мы видим, что это реальная эпидемия, которая распространяется на все страны и уносит человеческую жизнь, к сожалению. Мне кажется, последний раз 13 тысяч смертей шутило один на немецкий патрилог. Вряд ли это является шуткой. И наши СМИ еще не настолько прокачаны, чтобы создавать хайп из ничего такого масштаба, что встают все заводы и все предприятия, которые только могут. Не считаю, что СМИ это раздувают, навозят панику, потому что лучше, так сказать, перебздеть, чем недобздеть. И будет очень обидно быть человеком, который заранее не подготовился к тому, что эта проблема может быть реальной. И люди все еще как будто бы не до конца понимают, что нужно действительно соблюдать карантин. Как бы то ни было, заговоры СМИ или политические маневры, живые организмы травмируются и люди умирают. Поэтому я считаю, что к коронавирусу следует относиться более серьезно. Тем более, когда для безопасности от нас требуется соблюдение минимальных правил. Самоизоляция и карантин крайне важны для остановки этой эпидемии, этой пандемии. И если мы не будем бороться с вирусом, то вирус нас победит. Это, мне кажется, должно быть понятно каждому от мало до велико. И, мне кажется, меры, которые сейчас принимают все страны, это то, что должны делать. Без этого нельзя. Карантин и самоизоляция – это реально выход и какая-то помощь врачам в этой пандемии. Когда коронавирус наконец-то придет и когда мы уже не сможем его не замечать, к сожалению, это будет слишком внезапно. И в этот момент уже как-то повлиять на ситуацию будет практически невозможно. Уже просто накроется вся система здравоохранения, больницы будут переполнены. И уже сделать особо ничего нельзя будет. Просто в стране начнется хаос. Проблема в том, что новая коронавирусная инфекция достаточно сильно ударила по системам здравоохранения. И не хватает и врачей, и медсестеры, средств индивидуальной защиты для специалистов. И уже дерматологи, гинекологи занимаются новой коронавирусной инфекцией. Пожалуйста, отнеситесь к этому ответственно. Потому что если мы все будем болеть, то медицинская система, она сломается под натиском огромной кучи больных людей. Самоизоляция, в принципе, показывает, насколько вы ответственный гражданин по отношению к остальным. Просто если вы чувачок, который единственное, что можно в своем интеллекте найти, и как его оправдать, это подумать потом, что это теория заговора, выходить на улицу, чихать на всех подряд и нюхать прохожих остальных, то, скорее всего, вы убьете до 30 тысяч людей. Поэтому самоизоляция – это сейчас самый лучший выход того, как избежать распространения этой болезни. И сейчас от нас с вами зависит очень многое. И одна из мер, которые очень важны – это сидеть дома. Об этом говорят все, начиная от Дениса Николаевича Проценко, прекрасного врача, который заведует больницей в коммунарке, и которая, собственно, принимает большую часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Собственно, об этом говорят и Всемирная организация здравоохранения, и правительство разных стран, и разные личные медицинские организации. Сейчас я нахожусь в Берлине, и из-за коронавируса я не могла приехать в Россию, потому что запрещается иностранцев приехать в территории России. Хочу сказать, что это правда серьезно, и карантин, который придумала китайца, это не просто так, потому что это единственный способ, который может контролировать вирус. Болезнь может протекать не только в легкой форме, но и в тяжелой, смотря от вашего организма и иммунитета. Также, поскольку пишут СМИ и все такое, что болезнь на первых стадиях может протекать незаметно, за этот период вы можете заразить кучу и кучу людей. А самое опасное, вы можете заразить ту группу людей, которая находится в риске того, что она может умереть. В общем, ребята, это какой-то моральный ход каждого из вас. То есть, возможно, даже вы не заболеете, либо вы заболеете и быстро переболеете, возможно, даже все ваши близки будут целыми, но в стране будет хаос, если каждый сейчас не постарается и не самоизолируется, насколько это возможно. И правда, очень важно сидеть дома по той простой причине, что даже если вы молоды и бодры, вокруг вас наверняка есть люди старшего возраста, которые как раз-таки находятся в группе риска по всяким усложнениям, и они, к сожалению, чаще умирают, то есть у них возникает, развивается такая инфекция. И кроме того, это могут быть сверстники молодых и бодрых людей, например, люди, которым пересадили органы, и они из-за этого вынуждены принимать терапию, которая снижает и ухудшает работу их иммунной системы. Люди с астмой, люди с онкологическими заболеваниями, которые тоже вполне есть среди, скажем так, трудоспособного населения. И сейчас для того, чтобы это прекратилось, для того, чтобы уберечь наших близких и вообще сократить смертность, необходимо соблюдать жесткие меры. Именно сейчас, потому что мы еще не достигли пика эпидемии, я имею в виду Россия. Самое простое, что мы можем сделать, это побыть немного на карантине, то есть оставаться дома. Если только это возможно, постарайтесь найти с вашим начальником компромисс, который позволит вам взять вашу работу домой. Вот эти все меры, они направлены на самом деле не для ограждения себя от какой-то лишнего риска, а для того, чтобы помочь другим людям, которые не имеют возможности сделать все то, что мы можем сделать мы. Самоизоляция — пример того, что все в этом мире друг от друга зависит. И здесь не стоит недооценивать свою важность. На примере Китая, которые сразу же организовали карантин, так сказать, сплоченно сидели дома, мы видим, как скоро они побороли вирус. Так может, и мы начнем с себя? Поэтому я призываю вас всех сидеть дома, не выходить на улицу, если у вас есть такая возможность самоизолироваться, социально дистанцироваться, не распространять заболевания, чтобы медицинская система не перенагружалась, и всех, кто заболевает, могли лечить спокойно, без напряжения. Так что, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Не выходите, заказывайте себе на дом еду, выходите только по нужде, может быть, в магазин или в банк, в аптеке. Сведите на минимум контакта с другими людьми, потому что это речь не только о вашей безопасности, но и о безопасности окружающих людей. Есть еще большая проблема в том, что люди старшего возраста, к сожалению, очень часто отказываются соблюдать меры предосторожности. И даже если вы врач, очень сложно, если не невозможно, убедить своих родителей. Поэтому я бы рекомендовала, наверное, в этом случае прочитать замечательную инструкцию у нас на «Медузе» от Саши Галицкого, который рассказал как-то, в общем-то, перенаправить активность своих старших родственников в правильное русло и помочь им поменьше контактировать с другими людьми. Нужно, во-первых, убедать карантин. Во-вторых, нужно вот такие перчатки завести себе. У меня таких нескольких пар перчаток, я их умору с мылом, как руки. Сначала я мою руки, потом я мою перчатки в руках. Тоже 20 секунд. Я надеваю эти перчатки, когда я выхожу на улицу, но вообще нужно выходить на улицу крайне редко, потому что мы знаем, что заболевание это передается при помощи кашля и чиха. И в общественных местах мы можем столкнуться с людьми, которые чихают и кашляют. Вот так вот. Еще, кроме этого, мы сами можем быть переносчиками заболевания и не догадываться об этом. Поэтому нужно вообще по максимуму исключить контакты с людьми, чтобы ни их не заражать, ни себя тоже не подвергать заражению. Когда я хожу в магазин, я беру эти перчатки, этими перчатками нажимаю на кнопки лифта, открываю этими перчатками двери. Также я беру этими перчатками продукты и расплачиваюсь этими перчатками деньгами, на которых тоже очень много всяких бактерий. И, возможно, вирус там тоже есть. Вам могут показаться жесткими все эти меры, но, во-первых, я нахожусь в группе риска, потому что у меня бронхиальная астма. А, во-вторых, действительно необходимо соблюдать такие жесткие меры, чтобы распространение заболевания приостановилось. Просто будьте, пожалуйста, аккуратны. Вот нужно с собой носить перчатки, нужно обращать внимание на кнопки двери, на ручки, на лифт и так далее. Нужно держаться мелкими группами и не пытаться делать пикник на 15 человек. Что же делать, чтобы не сойти с ума в этой самоизоляции, да? Я, как человек, который никогда не любил общаться с людьми, чувствую себя, как рыба в воде. Какими конкретно я делами занимаюсь? Такими, как играю, у меня есть приставка. Также я оставшееся время ем чипсы и сижу на своем диване. Это три моих основных дела, которыми я сейчас увлекаюсь. На карантине можно заниматься кучей дел. В ряду того, что мы все откладываем дофигища дел, которые не хотим делать. Это может быть уборка, это может быть ремонт, это могут быть приседания, подтягивания. В данном случае я сейчас пишу новый альбом, поэтому мы на месте с пацанами заперлись в студии и пишем новый материал. Так что мне есть чем донесаться на карантине. У меня нет советов для тех, кто скучает дома, потому что, как и все научные журналисты, я сейчас работаю примерно с утра до вечера, потому что информации летит очень много, ее нужно перепроверять. Это очень большая работа. И поэтому я могу дать только один совет. Если вы находитесь дома и устали, и не можете уже больше выносить, чисто для психологической разрядки, я рекомендую просто выйти погулять, погулять одному или с теми, кто выживет, с семьей. Это не создает дополнительной опасности. Я бы, наверное, хотела сейчас поддержать всех тех, кто из-за пандемии вынужден работать гораздо больше, чем работает обычное. И слово «выходные» это просто вызывает истерический смех. И лично я, когда у меня, собственно, уже в ночи заканчиваю работать, и мой мозг превращается в некое желе, которое не способно воспринимать никакой научпоп, и даже сериалы имеют слишком сложную конструкцию, в общем-то я спасаюсь детскими книгами. Последнее из того, что я читала, это вот книга «Малыш и чудовище», чудовище этой мамы и этого мальчика, его родители развелись, и он пытается как-то выжить в этой ситуации. Я бы прислала ещё книгу «Девочка-находка», она тоже замечательная. Она, собственно, про то, как девочку, мама родила ребёнка и, собственно, выкинула этого ребёнка в мусорное ведро. И потом, судьба этой девочки, она достаточно тяжёлая, но в то же время эта книга про такой поиск себя и про ценность отношений, которые у тебя есть. Или вот, например, тоже последняя книга, которую я хотела бы рекомендовать, это книга «Мальчик в платье». Это простая книга про мальчика, который любил носить платье, и он пытался принять это в себе. Мы уехали за город, самоизолировались, и я начал рисовать картину. Вот таким образом я борюсь, так сказать, со скукотой. Начал рисовать картины, мы пишем новую музыку, делаем новый материал, пишем новое шоу. В общем, работы, работы на самом деле стало гораздо больше, чем было. И это очень круто. Не круто то, что эпидемия, эпидемия, но стало больше времени на творчество. Это мое фортепиано «Заря». В смысле, я думаю, не «Заря», это «Кубань», извините, на котором я придумываю всякие песенки. Это вот пиджак, который меня подбадривает концертный. Вообще, для того, чтобы сохранить какой-то правильный настрой и не придаваться панике, нужно, во-первых, не читать часто средства массовой информации, потому что, естественно, везде сейчас говорят в основном только про COVID-19. Во-вторых, нужно организовать пространство так, чтобы вам было в нем приятно находиться, например, такой пиджак или вот такая рубашка. К счастью, многие проекты открыли бесплатный доступ к тоннам познавательных лекций, обучающим видеоурокам и подкастам, поэтому сидеть дома можно еще и очень продуктивно. Я, например, каждый день стараюсь уделять музыке, развивать свои способности, и уединяться со своими мыслями. Еще хочу сказать отдельное спасибо курьерским службам, которые каждый день доставляют мне тонну фруктов для поддержания иммунитета. Например, я всегда хотела выучить какой-нибудь иностранный язык, прямо так, хорошенько, и получить водительские права, поэтому я вот займусь этим. Можно смотреть концерты любимых исполнителей. Вот, кстати, мы будем делать тоже, где мы будем исполнять старые, новые всякие песни. Кстати говоря, с нового релиза, который выйдет 17 апреля, тоже будут песни. Еще можно устраивать час, который будет посвящен поддержанию вашей физической формы. Вот, смотрите. У меня есть такой ковер. Старый бабушкин ковер. Значит, семейный ковер, на котором можно очень удобно выполнять всякие упражнения, посвящать час собственному телу, чтобы тело было здорово, чтобы мы не захиживались на одном месте. Мы становимся на ковер и начинаем тянуть наше тело во все стороны. То есть мы вот так вот делаем, тянемся, чтобы поясница у нас тянулась, чтобы руки у нас тянулись, чтобы каждая вообще наша мышца была гибкая и растянутая. Прогибаемся назад, делаем всякие упражнения на шею и тратим на это час, потому что, чтобы размять все наше тело, понадобится час. Обычно, возможно, у нас даже не было на это времени, и мы не могли себе представить, что мы можем так делать, а это очень классно и полезно, и ты сразу чувствуешь, что у тебя появляются силы вообще что-то делать. Благодаря карантину я вспомнила о делах, которые не выполняла уже, не знаю, наверное, несколько лет. К примеру, я купила курс по лоджику, потому что я всегда занималась на любительском уровне, и я поняла, что это тот самый момент, когда я могу заняться конкретно и начать делать это профессионально. Еще сейчас проходят разные онлайн-концерты, и не забудьте поддержать своего любимого исполнителя, потому что для него будет очень важно, ибо туры вообще они поотменялись. Мы можем узнавать себя и развивать себя, пока есть возможности. И для меня это какое некое обнуление, потому что за это время я вспомнила то, что я хотела делать раньше, начала рисовать картинки, пацан внимательно и на своем наде концентрировала на музыке. У нас с Маргаритой Меджоич, которая фронт-вумен группы с от имени Федора, есть телеграм-канал, который называется Musical, и в этом телеграм-канале мы с ней придумываем песни на ходу, и вот сейчас вы можете подписаться на этот канал, потому что если его смотреть, то будет очень весело и радостно, потому что мы туда вкладываем очень много собственной радости и веселья, и лирика там тоже есть. И мы там пишем все время песни про разные вещи, и вот я обычно подхожу и пишу вот тут песни, и могу так полдня провести. Конечно же не стоит расценивать все происходящее как конец света, который мы с вами привыкли видеть в фильмах про зомби-апокалипсис. Лучше вместо этого рассмотреть в этом возможность. Возможность сделать то, что все это время мы откладывали из-за работы. Например, генеральная уборка квартиры, или книжка, которую мы давно планировали прочитать, но так почему-то не прочитали, или может быть наконец-то научиться играть на укулеле, или просто наконец-то выспаться впервые за долгое время. У каждого такая возможность будет своя, и предлагайте в комментарии, чем еще можно заняться дома, на карантине в это время. Пожалуйста, используйте время самоизоляции с умом. Я люблю вас. Вы супер. Вместе мы победим коронавирус. Я уверен, что всем миром мы победим пандемию коронавируса, и просто сейчас нам нужно выполнять простейшие правила. не находиться в общественных местах, мыть руки и быть в хорошем настроении. Я хочу, чтобы вы не паниковали, чтобы вы держали себя на спокойном уровне и твердо и уверенно знали, что с вами все будет хорошо. Даже если коронавирус залетит на очень большое количество человек к нам в Россию, мы с этим справимся. И нет никаких опасностей, тем более 21 век это не чума, ничего такого. Вообще вся эта штука с коронавирусом отличный повод заняться своим здоровьем и подумать о том, как это важно соблюдать санитарные нормы. Я призываю всех немножко переключаться, но и при этом соблюдать гигиену. Помните, что рано или поздно все это закончится, и сегодня самое важное это минимизировать потери от этой пандемии. все в наших руках, берегите друг друга и будьте здоровы. Ребят, это все, конечно, ужасно. Очень многие сейчас страдают из-за того, что коронавирус, у многих страдает бизнес, многие не знают, что же им делать, если их уволят с работ, но однажды это закончится, и как скоро это закончится, зависит только от нас. Всем удачи, я надеюсь, скоро все это закончится, и мы с вами будем жить счастливо. Вам, наверное, может казаться, что все очень-очень плохо, и наверное, из-за того, что вы постоянно находитесь дома с своими родными, у вас может возникать больше конфликтов, и вы можете хотеть расцарапать людям лицо, и если вы найдете в себе силы немножко отдышаться, и только после этого продолжить дискуссию, или если вы найдете возможность общаться с психологом или психотерапевтом, в общем-то, если вы можете как-то попытаться найти помощь, и сгладить ситуацию, это было бы очень круто, и я думаю, что вы справитесь, если вы не можете справиться, ищите помощь, не стесняйтесь искать помощь. Друзья, сейчас как никогда нам всем нужна поддержка, именно от нас с вами зависит судьба человечества, давайте будем чуть более чуткими и внимательными, ведь кто, если не мы? В общем, мы прорвемся обязательно, это все очень быстро закончится, но это все зависит от нас самих, если мы не будем выходить из дома, соблюдать карантин, не контактировать ни с кем, ни на кого не чихать, чихать в локоть, если вам вдруг захотелось чихнуть, вот так вот и кашлять тоже в локоть, и желательно так, чтобы вообще ничего ни на кого не попало, то мы скоро с этим справимся. Так что не паникуйте, все будет хорошо, это лучшее время отахнуть с душой, не принимайте негативно, и я считаю, в любой ситуации можно найти что-то позитивное, что-то хорошее, так что видите, солнце светится, радуюсь, желаю вам хорошего дня. Пандемия коронавируса это не первая пандемия, которая случалась с человечеством, и человечество очень живучее, и это тоже переживет, так что кайфуйте, пока у вас относительные выходные, побольше общайтесь с близкими и занимайтесь своим здоровьем. Удачи! Удачи! Я пришла из магазина и помыла все, что я купила, смыла.